всем привет уважаем подписчики и зрители канала youtube для вас играет саша пуговкин или год риде кому как удобнее прошлую серию мы закончили перед рестораном синей ленты сейчас я в него захожу там сейчас будет всякие бонусы плюшки и ватрушки bioshock infinite если кто-то смотрит не с первой серии если кто-то зашел просто ради экскурсии от этого я сам не в восторге поверьте мне и так поскольку подробное у нас прохождение с целью разобраться сюжетом более подробно напомню что я во второй раз уже прохожу поэтому смотрим все пророк против врагов внешних и внутренних это исторические сводки это был на самом деле а и тут мы видим что как бы в 1902 году что это так понимаю колумбия это штат целый выходит из соединенных штатов америки и вазу возносится в облака ну что же окей поскольку все действие будет происходить в этой самой колумбии которая вознеслась в облакам выпить из фляги с непонятной выпивкой теперь восполним соли так тут нам сразу же дают много много костюмов сейчас посмотрим какой какие из них наиболее целесообразней вот что касается вот этой прокачки тут на самом деле первое прохождение я делал упор на щит но наверное в этом нет смысла нет безусловно щит нужен блеск вот первоначальный щит дают вот такой опять же возьму я щит но упор я буду делать наверное во втором прохождении на соли почему потому что в первом прохождении в конце у меня доходило до того что попросту тупо не хватало боеприпасов также вот эти костюмы идея конечно хорошая и интересная за исключением одного того что под каждую ситуацию то есть костюмы здесь каким образом переодеваются уважаемые зрители вот смотрим допустим нажимаем мы английскую клавишу о русская щит вот и мы смотрим какие какой костюм на нас надет в данный момент вот электрический кулак шанс 70 процентов оглушить противника в рукопашной если мы нажимаем интер нам показывают какая шляпа есть еще эти шляпы будут по мере прохождения больше и больше открываться ну вот допустим за надел за найденный голософон вы получаете серебряные орлы это деньги ну я оставляю электрический кулак вот опять же жилетку если берем огневое превосходство сахар в крови закуски на 3 секунды увеличивают скорость на 50 процентов оставляю я обойму призрачный солдат враг убитый энергетиком ловушка станет призрачным союзником я не пользуюсь энергетическими союзниками как бы ловушками неблагодарное дело редко в них кто попадается вот в рукопашный можно сбить противника с ног возьму эти штаны ну и возьму вот эта скорость при уклонении то есть при движении в сторону и назад теперь смотрим допустим что касается оружия тут показывается какое оружие открыто какое улучшение для какого оружия уже есть в принципе показывается какое оружие имеется в игре также какой у нас здесь еще пункт энергетики можно улучшать но это я пока еще не улучшала кстати вот отражатель он здесь есть и вполне неплохие у него свойства за все первое прохождение я не использовал ни разу отражатель поскольку как правильно сказал алексей макаренков шутерная механика сделано хорошо но уровне и вот эти вот арены совершенно не приспособлены для этой шутерной механики то есть нет смысла и не удобно на самом деле менять что это было странно что сработало странно что он не умер магнитное поле вокруг тела может быть довольно полезным если не убьет именно вот это вот странная парочка не буду спойлерить кто это такие но итак четвертый у нас голософон когда мы найдем пятый мы их прослушаем для того чтобы вырисовывалась целостность картина напомню в первом прохождении я слушал только голософоны элизабет от которых у меня бежали мурашки по коже от этих записей да уж на самом деле вот это вот фишка она крутая тут даже нет никакого спора насколько она крутая насколько она хорошая но как бы эта фишка она присутствует не везде если бы а более того там в 30 наверно или 40 процентах случаев где вот эти вот крюки есть и аэротрассы они настолько криво расположены что даже от того что даже от того что они есть и как это геймплей не меняет в лучшую сторону я имею ввиду так же вот как сейчас допустим да мы смотрим используя энергетик поджигающим но попасть им скажем так практически нереально ну либо я полный нуб в шутерах я как бы я допускаю такую возможность тоже во-первых во вторых почему не обыскиваются трупы я не пойму смерть мне ну давай иди сюда где ты барышня которая кричит что мне смерть кто-нибудь ее видит вот так же и я вот вся вот эта вот аренная механика укрытия которые непонятно для чего предназначены поскольку враги окружают а вроде как вроде как укрытия но с какой целью вот на самом деле непонятно поскольку не всегда в эти укрытия можно попасть так же я не понимаю вот сколько вот его убивать нужно кстати механика опять же шутер на так таким образом устроена что нормально вообще я бы даже сказал просто шикарно вот видите вот этот ну вот расположение этого крюка но абсолютно вот дать я бы еще увидеть абсолютно оно бесполезно потому что ну да окей я как бы прыгнул на этот крюк но при этом никого с этого крюка я не достаю но критика будет на самом деле по поводу только игровой механики ну я первый раз знаете как проходил я уже у я уже и не старался там стрелять еще чего то то есть у меня в первом прохождении принцип уже был под конец такой ну убьют как бы хер с ним 15 там долларов 15 золотых орлов или 25 я уж не помню сколько заплачу возражусь и никаких проблем не буду знать то есть здесь опять же боевка построена так что если вы умираете но при этом перед смертью убили там двух трех врагов то когда возрождаетесь уже будет минус двух трех врагов то есть вся шутерная система здесь построена так что вот на самом деле арена на этой арене появляется определенное количество врагов то есть если вы двух трех убили врагов умираете потом возрождаетесь то будет продолжаться с того места на котором вы умерли то есть вот сейчас играет музыка она будет играть до тех пор пока на арене есть какой-то враг вот мы слышим как кричит кричит там какая-то барышня что умри тебе смерть при этом где она непонятно то есть по звуку расстояния и направлении откуда она орет ну да окей стерео то она слева то справа но где она конкретно и я вообще думаю не получилось ли тебе сейчас так что она вот там а я туда попасть уже не могу такое пишу что именно так и получается я поддерживаю ее дело и ее людей но кровь проливать нельзя насилие всегда можно избежать это же он за ним все гонятся уходите ухожу ухожу нам нужна помощь они здесь не знаю а 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 вот это вот было вообще шикарно самопроизвольное сворачивание они не знаю что у меня с компьютером то ли он словил что-то вот это вот было шикарно сейчас все смерть далеко не первое и далеко не последнее что это было это была смерть мистер дэвид огонь очищен а а а а а И все. И все, музыка стихает, значит на этой арене я со всеми разобрался. Теперь нужно обшмонать трупы и искать дальше Элизабет. Итак, пятый голософон. И давайте посмотрим, послушаем, прояснится ли у нас хоть как-то обстановка. После прослушивания голософонов в плане того, что же здесь происходит в Колумбии, которая отсоединилась от США и взмыла к небесам. Кстати, из первого прохождения я так и не понял, каким образом она взмыла к небесам, но тем не менее. Давайте послушаем. Прямо по порядку. Хотя, может быть, есть смысл в хронологическом порядке их слушать. Давайте, значит, 8 сентября 1893. А затем Архангел явила мне видение. Город легче воздуха. Я спросил ее, зачем ты показываешь мне этот Архангел? Я не сильный человек, не праведник, не святой. И она поведала мне нечто удивительное. Ты прав, пророк. Но если даже ты уповаешь на благодать Божью, почему же остальные не видят ее в себе? Окей. Решение всех проблем 16 сентября того же года. Лотерейная площадь. Я же говорил, Консток, пообещаем рай, и эта шваль будет ждать, что всю работу за них сделают херувимы. Никто не хочет быть слугой в Царстве Небесном. Ничего. Я знаю парня в Джорджии, который поставит нам каторжников-негров. Поможем убогим возвыситься, если тебе от этой мысли станет легче. 29 марта 1911 года. Человек погружается в крещальную купель. Из воды же выходит другой, рожденный заново. Но кто находится под водой? Возможно, и грешник, и святой одновременно. И только взгляд другого человека проявляет это различие. Это было интересное высказывание. 1 марта 1912 года. Сегодня отец Консток вызвал меня к себе. Меня. Я стану его личным биографом. Он заплатил авансом за сто страниц ровно. Когда речь заходит о деньгах, во мне просыпается еврейская кровь. Так что я спросил. Отец, но ведь ваше паство и за тысячи листов заплатит. А он ответил. Хватит и сотни. Я знаю, как все кончится. Тоже интересное высказывание. Оттис подрабатывает в ложе. Он забрал этот ящик с одной из их тайных церемоний. И я знаю наверняка, что внутри лежит что-то ценное. Только вот Оттис, тот еще дурень. Не догадался умыкнуть у пернатых братьев и ключ заодно. Так что ящик-то не открыть. Утром заехал Камсток. Он просто остолбенел, когда увидел скальпы. Про белые спрашивал особенно. Я сказал, ну, сэр, если человек живет в джунглях и спит с цветными, чем он лучше них? Камсток даже не улыбнулся. Может, не видел раньше, чтобы белые якшали с дикарями. В общем, теперь я должен найти некую Дейзи Пицц, Рой. Надеюсь, он не ждет, что я сделаю из него чучела. Да. Дейзи Пицц, Рой, это у нас одна из лидеров народного восстания, так скажем. Так, 33 патрона у меня всего. Ну что же, вот следующая дверь у нас. Скажем так, активная. На этом эту серию я заканчиваю. Напомню, прохождение будет подробнейшим. Это не летсплей для тех, кто хочет поскорее посмотреть от начала до конца, кто по каким-то причинам не может играть у себя на компьютере или на консоли. Это подробное прохождение. Мое уже второе прохождение с целью глубже разобраться в игре и понять, что же вообще на самом-то деле произошло и как это. Ну и так же сам для себя я хочу одну вещь понять. В конце всего прохождения я скажу, так это или не так. А так же, пожалуйста, пишите свои комментарии. Можете давать прямо ссылки на свои посты какие-то на форумах либо в блогах. С удовольствием почитаю. Ну, мне интересно ваше мнение по поводу о чем же повествует вообще игра. Итак, для вас играл Саша Пуговкин или Годриди. Кому как удобнее. Биошок Инфинит. Подробное прохождение. Можно сказать, только для фанатов Биошок Инфинит. Для тех, кто хочет глубже познать игру. Всем пока. Совсем скоро увидимся.